И в очередной раз хотелось бы затронуть причину отсутствия в ушу пассивной защиты распространенных в боксе, заключающейся в прижатых кулаках к подбородку. Мне очень легко ответить на этот вопрос. Во-первых, в ушу такая защита имеется. Имеется она конкретно в сань-да в ушу. В ушу сань-да или в ушу сань-шоу. Чем это связано с тем, что сань-да или сань-шоу создавалось как очередное спортивное единоборство, на самом деле прямого отношения к боевым искусствам не имеющим. Да, понимаем. И перчатки, оборудование, там вот это вот все, да, говорит именно об этом. Поэтому техника рук сань-да это боксерская техника, само направление постбоксерское и там такие защиты существуют, как просто совершенно четко взятые из бокса, из других подбоксерских практик. Значит, что касается, собственно, боевых искусств, традиционных китайских боевых искусств, то такая защита, вообще ее нельзя назвать защитой. Ребята, отдельно сейчас об этом поговорим, сейчас вернемся к этому вопросу, потому что вот возникли комментарии у нас уже, да, по этому поводу вспоминается кармушен, по поводу вот этой вот защиты, да, очевидно, да, по поводу этой защиты. Давайте проследим просто генезис, собственно, такого рода защиты. Первое. Почему он существует вообще в современном боксе? Не будем говорить о боксе, в котором бокс был когда-то. Давайте говорить о том, почему он сейчас существует. Ну, представьте себе, огромные подушки, они реально огромные. Ребята, кто видел боксерские перчатки, да, хорошо понимает, что это такое. Это огромные подушки, которые больше ваши головы зачастую, да, так, вот, которые, в принципе, достаточно хорошо смягчают какие-то удары, смягчают за счет, собственно, ну, все-таки гибкости какой-то, да, плюс вашей какой-то мышечной силы на отдачу, на противоположное, да, движение. Вот, и в этом смысле, ну, как бы, а что подушками-то не закрыться, правильно, от удара? Собственно, и проблемы-то нет. Почему мы подобные защиты видим, например, в Муай-Тай? Ну, потому что там не такая защита. Ну, потому что первоначально, да, если вы посмотрите, там, в корне Муай-Тай немножечко вернете, да, перейдете немножечко к Муай-Буран, и посмотрите, как Муай-Буран, например, это исполняется, то вы увидите, что в первую очередь ладонь упирается в голову, а локоть направляется по отношению к удару, да, и удар, в принципе, либо должен разбиваться о локоть, либо по предплечью уходить выше вашей головы, да, вот такого рода защита. Ну, то есть мы понимаем, да, что вот такое прижимание рук в реальной ситуации, без перчаток, вот этих огромных подушек, там, и так далее, да, также точно проникает в голову, как бы проник удар без всякой этой защиты. То, что у вас ссадина какая-то совершенно несущественная, останется не на лице, а на руке, например, кого это волнует? Согласитесь. А удар также пройдет в голову, импульс также пройдет в голову, и также он получит, там, не знаю, нечто, там, нокаутирующее, например, да. То есть в этом смысле вот такая вот, вот эта вот защита, ну, она действительно малосущественная. Согласитесь. Мы это, кстати, видим даже на соревнованиях, когда вот подушками вот этими закрываются, а удары все равно проходят, и люди также точно падают от этих ударов. Я думаю, что я достаточно высказался на эту тему. Так, Иван Иванов пишет. Да, Кормушин утверждал ее преимущество над боками. Ну, бок с ним, с Кормушиным, не будем обсуждать его личности, его предпочтения в вот этих якобы боевых практиках в боксе. Так, Виктор Копылов пишет. А как можно вообще защититься прижатыми кулаками к подбородку? Ну, никак. Вы совершенно правы, никак. Я не знаю, как это комментировать. Бог с ним. Слушайте, ну, братцы, в спорте вообще, вернее, в таких вот, как бы это сказать, околоспортивных уже всяких мероприятий, типа самооборонных, да, каких-то, очень много мифов существует. Ребят, реально очень много разных мифов. И вот какие-то ребята ходят на какие-то самооборонные практики, вот эти, да, занимаются чем-то, ну, даже ниже, чем спортивным, да. Потом оказываются на улице, их колотят, их там бьют, там еще что-то. Кончается это тем, ребят, всегда одним и тем же кончается, тем, что эти люди из жертв хотят превратиться в агрессоров. И некоторые из них, да, действительно превращаются в агрессоров, в гопников каких-то там и так далее. И это все, это не дает чего-то существенного в смысле боевых практик. Это дает просто, ну, знаете, стимул к какому-то ощущению просто того, что вы должны к чему-то стремиться, к чему-то идти там и так далее. Для некоторых, ну, мы же знаем, для некоторых самооборона и спорт являются стимулом просто для того, чтобы не пить. Или просто для того, чтобы, ну, совсем там не опуститься в жизни, да, чтобы иметь какой-то стимул хотя бы там и так далее. Я не знаю, насколько это удачно, неудачно, насколько это лучше, чем выращивание герани там на подоконнике, например, я не знаю. Ну, для кого-то, наверное, это удачное решение, правда оно не длительное. Мы знаем, что большинство людей отваливается в течение, там, года-двух от таких практик. То есть, в принципе, они все равно мало помогают от разнузданного образа жизни какого-то там и так далее. Но миф такой существует, так же, как существует миф вот по вот этой вот защите, по прижиманию какому-то там и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok